Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Allplay и добро пожаловать на мой канал! Сегодня продолжим играть в мобильные игрушки, будет очень много прикольных игр и несколько из них даже обновленные. Давайте начнем по порядку с игрушки Squad Game. Игр по Squad Game есть очень много, но я выбрал одну из самых популярных. У нас здесь с вами уже 12 уровень, давайте попробуем его тоже пройти. Нам нужно будет, ребятки, двигаться только на зеленый цвет, и как только будет красный, свет нужно будет останавливаться и стоять на месте. Если кто-то будет двигаться на красный свет, тут же погибает. Ну что же, нам нужно будет еще пройти 12 и 13 уровень, и там уже будут, ребятки, сражения с боссом. Нам нужно будет, по-моему, я, если честно, не помню, что там за босс будет, но нам нужно будет с ним сразиться и его как-то победить. Надеюсь, это у нас получится сделать. Так, этот уровень мы с вами практически уже прошли, осталось буквально совсем немножечко для того, чтобы добраться до вот этого зомби, который и считает, который светит своими красными фонарями. Мы с вами практически уже у финиша. Тут буквально еще 50 секунд мне дается, но я думаю, что этого времени мне будет даже предостаточно, столько мне его и не нужно. Так, совсем немножечко, и вуаля. Все, ребятки, эту миссию мы с вами прошли. Сейчас нам с вами заплатят сейчас еще денег, и нам нужно будет потом эти деньги потратить на наш параметр. Давайте прокачаем, ребята, скорость, чтобы побыстрее двигаться. Итак, как я вам сказал, сейчас будет 13 уровень, а потом будет сражение с боссом. Давайте попробуем тогда это и пройти. Сейчас я попробую, ребятки, пройти этот уровень 13, и интересно, что там нужно будет делать, когда будем мы против босса сражаться. Мне кажется, ребятки, что нам, наверное, нужно будет тоже какие-то загадки отгадывать, либо что-то вроде того. Ну, посмотрим, короче. Сейчас буквально еще совсем чуточку нам нужно времени для того, чтобы добраться до этого зеленого зомбака, который и считает. Отлично. Хорошо, вот мы с вами первые идем. Видите, у меня коронка, это означает, что мы с вами идем первые. То есть, пока что всех держим позади. Сейчас он будет опять светить своим фонарем. Вот опять, ребятки, светить своим фонарем. Но мы с вами опять уже практически у финиша. Тут буквально совсем чуточку нам нужно двигаться. И вуаля. Да, ребят, эту миссию мы с вами тоже проходим. Опять выжили, опять тысячу долларов нам заплатили. Можно будет их как раз-таки на параметр и потратить. Ну, давайте, пускай это у нас будет. Давайте опять скорость прокачаем. Ну, и давайте еще денежки, чтобы нам побольше денег капало. Ну, что ж, ребятки, вот этот босс зомбачила, и нам нужно будет его, походу, уничтожить. А уничтожить мы с вами сможем его только вот этими вот ракетами. Поэтому нам нужно подбирать как можно больше этих ракеток. И потом, друзья, мы должны будем эти ракеты, наверное, запустить именно в него. Так, у меня их сколько? 20. Сейчас давайте мы умножим их. Теперь у меня их 40. 42 даже. Хорошо. Сейчас еще больше будет. 43. Сейчас я, ребята, опять их удвою. Так, 50 и умножить на 2, это будет 100. Ребят, очень даже круто. Смотрите, у нас уже практически 100 ракет есть. Это означает, что мы этого зомбака должны реально будем сейчас уже вынести. Так, все. 100 монеток. Ой, говорю 100 монеток. 100 ракеток. Вот тут у нас как раз-таки последний вот этот вот, ребята, рубеж. Нам нужно будет добраться до, походу, пушки. И потом эту пушку мы должны зарядить. Вот мы с вами заряжаем эту пушку, и нам нужно теперь вот этого зомбака стрелять. Смотрите, я его гашу, гашу, гашу. И у него уже половина здоровья, короче, осталось. Половина здоровья уже отсутствует. Зомби-босса, ребята, мы с вами побеждаем. Отличненько. Да, все, ребятки, 1146 долларов нам заплатили. И эту миссию мы с вами проходим. Отлично. Кому нравятся игрушки Squad Game, пускай поставит лайк. Вторая игра у нас называется ДНК Эволюшн. И с предыдущего ролика я очень хорошо здесь уже продвинулся. Очень существенно. Во-первых, ребят, смотрите, у меня уже есть 5 героев, за которых я могу играть. А во-вторых, у меня уже есть много элементов, которые тоже открыты. Смотрите, видите, получается, что 8 элементов уже открыто. И вот следующий элемент, скорее всего, что будет какая-то водичка. Постараемся его тоже открыть. Не знаю ли сегодня, но по-любому откроем. Итак, погнали. Начинаем мы с вами играть с Джокера. Нам нужно будет подбирать вот эти вот кружочки из Эндермира. И нам нужно будет подбирать черепа. После этого наш с вами Джокер будет максимально эволюционирован. И будет он сражаться в финале с каким-то боссом, которого должны будем мы с вами уничтожить. Пока что неплохо у нас все получается. Сейчас я еще немножечко черепов подберу. И чуть-чуточку вот этих вот, ребята, еще из Эндермира кружочков. Все, вот этот босс, ребят, мы с вами тапаем по экранчику очень быстро, чтобы его завалить. И уничтожаем. Отличненько. Потом со временем мы с вами посмотрим рекламу. И можно будет нам еще этого босса тоже в дальнейшем открыть. Так, насколько у нас тут открыт уже... А, ну вот, уже до половины мы с вами открыли последний элемент. Нам нужно будет провести, значит, где-то боя, ну, еще, наверное, с 2-3. Тогда у нас элемент точно полностью весь откроется. И мы с вами сможем его уже подбирать. Пока что мы должны подбирать другие элементы. Например, в этом уровне мы должны с вами подбирать только лед. И уже половину я льда набрал. Сейчас практически у ребятки у меня полностью шкала вот эта уже заполнится. И мой ледяной герой будет готов. Все, сейчас он должен будет уничтожить. Кто это такой? Какой-то Шреддер, ребят. Походу, это Шреддер. Мы с вами уничтожаем его тоже. Да, уничтожили. Он даже половину здоровья мне не забрал. Мы с вами, в принципе, неплохо справились с нашим заданием. Давайте, наверное, поменяем себе скинчик. Давайте мы с вами поиграем за Таноса. Либо давайте вот за такого котенка поиграем. Круто. Теперь мы с вами из этого котенка должны подбирать кислоту. И должны подбирать еще камни. Ого, смотрите, какой у нас получится кислотный котик. Прикольненько. Ооо, вообще, какой крутой. Ой, смотрите, какой зеленый цвет у него прикольный. Сейчас мы с вами постараемся побольше этой кислоты все-таки набрать. Чтобы было у нас побольше кислоты и поменьше камней. Чтобы он был поболее верткий такие, да? Поуворотливее. И тут ему нужно будет победить опять какого-то босса из Эндер Мира. Ребятки, мы с вами очередно распобеждаем. И очередная миссия у нас пройдена. Ну что же, наверное, с данной игрушечки пока что все. Третья наша игрушечка будет уже Scary Teacher 3D. И давайте попробуем пройти хотя бы одну миссию. Это миссия с пауком. Нам нужно будет подложить паук в книгу к нести. Когда-то очень давно, ребята, эту миссию проходил. Но уже немножко подзабыл. Будем сейчас вспоминать. Так, что нам нужно делать? С самого начала нам нужно подняться на второй этаж. И нужно будет найти перчатки. И нужно будет найти как раз-таки паука. Поэтому мы по лестнице поднимаемся сюда вот наверх. И нам нужно двигаться в правую сторону. Там где-то мы с вами должны будем обнаружить перчатки. И там где-то должен быть дальше паучок. Так, вот перчатки. Мы их с вами берем. Теперь нам нужно будет зайти, по-моему, вон туда вот. Если я не ошибаюсь. Но я могу ошибаться. Нет, не сюда. Значит дальше. Так, чуть-чуточку дальше. Чуть-чуточку мы с вами проворонили. О, сюда вот. Теперь нам нужно будет вот сюда вот зайти. Открываем мы с вами клетку. Берем мы с вами этого паучка. И теперь нам нужно будет выбраться наружу. Нам нужно будет, по-моему, до первого этажа, короче, вернуться. Так, давайте, знаете, что сделаем. Давайте мы с вами попробуем через окошко вот это вот спрыгнуть. Отлично. И теперь попробуем вот таким вот образом так зайти на первый этаж. Можно будет со стороны, можно было со стороны кухни зайти через подвал, например, вот сюда. Либо можно со стороны, ребята, прихожей. Давайте, наверное, со стороны прихожей, потому что там много окон есть. И как раз-таки через какое-нибудь окошко мы с вами зайдем сюда. Мести у нас на втором этаже тусит. Это хорошо. Что-то она там пошла в склад. Не знаю, что он там делает. Хорошо, что она туда зашла. Но мы с вами должны подложить паука. Тут у нас вот одна книга есть. Нам нужно вторую. По-моему, во вторую книгу. Не в эту, которая слева, возле телека, а в другую. Вот, по-моему, в эту. Видите, тут вот у нас есть, получается, что кружка с чаем, очки. И как раз-таки в эту книгу нам нужно было подложить паука. Потому что здесь вот у нас, ребят, смотрите, если вы глянете, есть еще одна книга. Вон, видите, лежит на стульчике. Так вот, если мы с вами в эту книгу подложим, то, по-моему, миссия будет провалена. Нам нужно было именно подложить этого паука в книгу, там, где чашка и там, где очки. Так, смотрим, миссия у нас опустилась, по-моему, на первый этаж. Сейчас как раз-таки идет она, наверное, читать книжку свою. Открывает она свою книжку и там вот паук. Да, ребят, мы с вами эту миссию сделали. В этой миссии мы с вами сделали все правильно и миссию прошли. Вуаля, в игрушечке Scary Teacher 3D одну миссию мы прошли. Четвертая игра у нас с вами будет уже Craftsman. Мы тут с вами, ребятки, продолжаем выживание в деревне с местными жителями. И в предыдущий раз я практически уже достроил первый этаж нашего с вами домика. Мне нужно было еще по бокам поставить пару блоков дерева. И вот как раз-таки я его и затарил. Нам нужно вот так вот будет подпрыгнуть пару раз. Этот столбик до конца доделали мы. И вот тут вот тоже нам нужно будет то же самое сделать. Раз, давай, раз, два, три, четыре. Все, ребятки, смотрите, какой прикольный получился каркасик. Первый этаж нашего домика уже закончили мы. И теперь тут можно будет себе жить, поживать, добра наживать. Хорошо. Что мы с вами должны были делать? По-моему, должны были бы с вами еще стекла повставлять. Сейчас я это сделаю. И нужно нам, ребятки, было с вами сделать себе дверки. Давайте мы тоже с вами этим и займемся. Дверки у нас, походу, будут только из акации. Ну, пускай будут хотя бы какие-то дверки. Из акации тоже дверки. Отличненько. И теперь мы с вами можем здесь вот поставить себе деревянные дверки. Да, кстати, можно, знаете, что еще сделать? Можно тут нам с вами еще сделать кнопочку. Ой, говорю кнопочку. Нажимную плиту. И сюда вот мы с вами можем поставить эту нажимную плиту. Теперь, когда мы с вами будем заходить или выходить, двери должны автоматически открываться и закрываться. А когда мы с вами заходим, то просто нам нужно будет кликать по этим дверям. Ну что же, вот такой вот у нас получился прикольный механизм. Теперь мы с вами можем пособирать все то стекло, которое у нас уже наделалось, накрафтилось. И давайте попробуем это все доделывать. Я думаю, что сегодня у нас уже будет свой собственный домик. Пока что, правда, без крыши. Но в дальнейшем, ребят, я думаю, что мы с вами и крышу тоже сделаем. Нам нужно будет еще факелами чуть-чуточку это все посветлять. И можно себе жить и жить да здравствовать, как говорила моя учительница. Так, ладненько, вот смотрите, все, мы с вами сделали полностью первый этаж. Он снаружи и снутри довольно-таки неплохой получился. Нужно будет еще сделать прикольную такую крышу, второй этаж. И там себе можно будет тоже нам с вами уже даже спальню себе сделать. Спали бы мы с вами наверху. Факела у нас есть. Вот факелов, ребят, у нас не хватает. Нам нужно будет сделать чуть-чуточку еще факелов хотя бы. Ну, пока что их, конечно, не сильно много у нас получилось сделать. Вот она всего 16. Нам нужно было бы, наверное, побольше их все-таки сделать. Давайте мы вот так вот над каждым окошком по факелу поставим для того, чтобы это все еще осветлить. И теперь, когда будет ночь, даже ночь, нас тут будет тепло, светло и уютно. Отлично. Ну вот, в принципе, факелами мы с вами тоже все осветлили и получился вот такой вот прикольный домик. Ладненько, ребятки, уже со следующего ролика. Я тогда, наверное, начну делать себе крышу и, возможно, второй этаж. Если понравился вот этот вот домик, поставьте, пожалуйста, лайкусик. Эта игрушка, напомню, была у нас Craftsman. Следующая будет у нас Happy Glass. Пятая игра у нас с вами называется уже Happy Glass. Продолжаем проходить миссии. Мы с вами находимся на 45 уровне. Нам нужно, чтобы водичка полностью попала в этот стаканчик и ничего не пролилась. Давайте мы с вами вот так вот нарисуем такой вот... Ааа, не так, ребятки, нужно было сделать. Нужно было, наверное, сделать чуть-чуточку попрямее все-таки вот эту вот площадочку. О, отличненько. И вот вся водичка попала как раз в этот стаканчик. Отлично, эта миссия у нас пройдена на все три звездочки. Дальше двигаемся. Тут нам нужно будет... Так, ребятки, тут нам нужно будет как-то, наверное, вот этот вот блок убрать. О, отличненько, убрали, хорошо. Тоже полностью стаканчик весь заполнился водичкой. 46 уровень тоже пройден. Еще дальше двигаемся. Тут у нас уже что? А, тут нам нужно, наверное, такую просто нарисовать планочку для того, чтобы вот эта вот доска не упала вниз. Тоже справились мы с вами с нашим заданием. Тут нам предлагают потом открыть новую ручку, но пока этого делать еще я не буду. Нужно смотреть рекламу, чтобы ее открыть. Так, следующая миссия. Нужно нам, ребят, наверное, вот так вот прорисовать вот такой вот треугольничек. Хорошо. Опять вся водичка или практически вся водичка попадет в этот стаканчик. Ну, давайте еще, знаете, одну либо две миссии пройдем. И приступим к следующей тоже игрушке. Тут нажимаем next level. Ой, а тут будет сложновато, друзья мои. Тут будет очень сложновато. А как же нам, наверное, нам нужно будет вот так вот как-то сделать. О, вот таким вот образом нам нужно будет... Да, о, круто. Даже на все три звездочки мы с вами эту миссию прошли. Смотрите, я догадался, что нужно делать. Это 49-я миссия. Ну, и давайте попробуем еще 50-ю пройти, чтобы... Так, чтобы... Наш успех закрепить. Тут какой-то, ребята, немножечко непонятная миссия. Нам, наверное, нужно будет нарисовать вот такой вот треугольник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не такой. Ммм, какой же нам треугольничек с вами нарисовать нужно? Наверное, вот такой какой-то. О, да, ребят. Вот, смотрите, прикольный треугольничек получилось нам нарисовать. И опять водичка вся попала в этот вот стаканчик. Следующая наша с вами игра называется Subway Surf. Тут у нас произошло тоже масштабное обновление хэллоуинское. И давайте тоже хотя бы частично мы его с вами попробуем пройти, эту игрушку. Я тут открыл уже много скинчиков прикольных. Вот, пожалуй, самый последний скин. Это вот этот вот робот, за которого я и играю. Сейчас нам нужно будет посмотреть, сколько букв нужно будет собрать для того, чтобы получить сундучок. И в том сундучке у нас будут какие-то бонусы. После этого можно прекращать играть Subway Surf и приступать к другой игре. Вот для этого нам нужно хотя бы одну буквку подобрать для того, чтобы знать, что тут у нас за слово зашифрованное. Так, вот буковка М. Морган, нам с вами нужно будет собрать еще пять буковок. Ну, шесть буковок в слове Морган, но мы с вами М уже подобрали, да? Да, довольно-таки долго нужно, наверное, будет бежать, ребят. Ну, не знаю, посмотрим. Если эти буковки будут собираться быстренько, то все соберем. Если будут долго подбираться, то мы с вами тогда уже подберем хотя бы часть буковок. И в следующий раз, как будем играть в эту игрушку, подберем остальные. Ну, пока что буковку О мы подобрали. Хорошо. Тут буквально еще четыре нужно подобрать. Ну, пока, в принципе, нормально, да? Правда, у нас тут немножечко свет поменялся. Немножко глаза, если честно, режут. Не знаю, ребятки, вам режут глаза или нет. Возможно, когда смотришь ролик, то все нормально. Вот когда играешь, немножко как-то желто все становится. Но, возможно, еще из-за того, что солнце светит. Так, пока вроде справляемся с нашим заданием. Так, еще одна буковка Р. Ай, я врезался! Ладно, давайте мы с вами попробуем опять отсюда же начать. Три буковки мы с вами подобрали. И три буковки нам нужно будет еще подобрать. Так, пока справляемся со нашими заданиями. Хорошо. Ай, блин, опять врезался. Ладно, ребятки, наверное, уже в следующий раз мы еще подберем с вами три буковки. И тогда можно нам будет с вами получить еще один сундучок. А пока что получаем вот такую вот прикольную летающую тарелку за то, что прошли часть уровней. Предпоследняя игрушка у нас с вами называется Растение против зомби 2. Давайте тоже хотя бы одну миссию здесь мы с вами пройдем. Для начала нам нужно будет выбрать те растения, которые мы с вами будем использовать. А, кстати, можно все растения брать. И давайте попробуем миссию пройти. Так, хорошо. Что нужно будет делать с самого начала? Конечно же, нам нужно будет сейчас выращивать наши подсолнухи. Поэтому мы первонаперво их и давайте поставим. Отлично, высадили мы подсолнухи. Тут уже, смотрите, ребята, первый зомбачок нападает на нас. Ну, он пока что еще не нападает, но движется. Но это ничего страшного. Мы потом с вами его уничтожим. Уничтожим мы его таким вот прикольным инструментом, как минка. Хорошо. Сейчас он тоже, ребята, взорвется уже. И можно нам будет тогда новые растения посадить. Пока что можно высаживать горошек, к примеру. Так, ну а тут давайте мы с вами капусточку тогда поставим. Вот миночка сейчас взрывается. Отлично. Все, у нас ряд, в принципе, подсолнух мы с вами посажем. Теперь нам нужно будет высаживать все остальные растения. Для того, чтобы останавливать этих зомбачков. Пока вроде как все получается. Можно будет сюда, наверное, еще капусточку все-таки поставить. Потому что нам, наверное, самому не справиться, ребята, с вот этим вот зомбаком. Хорошо. Поставили мы с вами капустку. Тут я вижу еще зомбачела. Смотрите, идет с вот этим вот деревянным ведром. Это означает, ребята, что он очень сильный. Поэтому я тут посадил минку. Теперь нам нужно еще самый верхний ряд тоже что-нибудь посадить сюда. Мы тут с вами капусту посадили. Все, отлично. Я думаю, что мы с вами эту миссию точно должны будем пройти. Можно это все ускорить. Отлично. Собираем вот этот вот листочек. Так, теперь нам можно будет еще и капустку сюда вот посадить. И горошек, в принципе, потихонечку вот так вот будем мы высаживать. Тут у нас будет ряд капусты. Тут у нас будет ряд горошка. Отлично. Теперь можно даже, ребятки, еще что-то посадить. А, кстати, давайте мы, наверное, вот эту вот одну ульту дадим нашему горошку, чтобы он частично попил вот эти вот зомбаков этих. Сверху мы с вами уже, можно сказать, усилились. Сюда можно поставить тогда минку. Ну и давайте попробуем еще дать капусте, наверное, вот этот вот листочек, для того, чтобы она тоже частично зомбаков поколотила. А, отлично. Пока, в принципе, справляемся с нашими задачами. Пока уничтожаем все и вся на своем пути. Тут вот у нас, походу, остались последние вот эти вот зомбаки, которых нужно будет уничтожить. Если мы их с вами уничтожим, то миссия будет, наверное, я думаю, пройдена. Давайте поставим тогда еще капусту. Пускай побольше нанесут повреждения этому зомбаку. А, отлично, ребятки. Этого зомбака мы с вами кокнули и миссию, как я сказал, прошли. У нас открывается еще одно растение, это будет заморозка. Оно бесплатное, и в следующий раз, когда будем играть, мы его, конечно же, с вами уже будем использовать. Ну а теперь, ребята, самая последняя игра на сегодня, это Flyer Dayo. Начинаем, ребятки, мы с вами играть с муравьян. И нам нужно будет пить кровушку. Потом мы с вами будем поднимать эволюции, будем охотиться на других ребят, которые тут тоже играют, и постараемся, ребятки, их тоже уничтожить. Итак, нам нужно найти будет либо котика, либо свинюшку. Вот я, в принципе, нашел котика. Сейчас я постараюсь напиться кровушки. Ай-яй-яй, моего котика скушали. Ладно, значит, мы с вами постараемся попить кровушки с вот этой вот свинюшки. И, в принципе, котик и свинюшка дают нам одинаковое количество хпшки. Все, что нужно сделать, это просто вот так вот по ним кликать и находиться именно недалеко от них. После чего мы с вами поднимем себе эволюцию, и вот, пожалуйста, будем играть уже за нового чувака. Это, по-моему, шмель. Так, ну а за него мы с вами можем уже кушать вот такие вот различные ягодки, и можем с вами кушать других игроков. Сейчас давайте до конца попробую вот эту ягодку съесть. Получится ли это сделать? Отлично, да. Смотрите, ребятки, мы с вами, в принципе, неплохо прокачаны. И получается, что если мы с вами скушаем где-то вот таких вот вкусненьких вишенки, штучки 4, то поднимем полностью эволюцию. Либо можно просто на кустике посидеть, и тогда мы с вами... Ой, не на кустике, а на цветочке посидеть. И тогда, ребятки, мы с вами просто-напросто сможем поднять себе эволюцию путем поедания нектара. Нам нужно быстро попить воды, потому что, ребятки, я уже потерял воду. Так, отлично. Вот мы с вами попили воду. Теперь нам можно обратно вернуться до нектара. И вот мы с вами прошли эволюцию. Все, ребятки, мы с вами опять прошли эволюцию. Теперь нам нужно будет поедать других существ, и нужно нам с вами будет поедать вот таких вот божьих коровок, которых тут, в принципе, предостаточно есть. То, что нужно их просто поймать. Так, или же других игроков мы с вами тоже можем ловить Так, отлично, вот одну, в принципе, я божью коровку скушал Сейчас я постараюсь еще вот эту божью коровку одну скушать И еще частично, видите, эволюционировал Мне нужно будет съесть по ходу 4 божьих коровки Для того, чтобы поднять себе эволюцию голубя Которая как раз-таки является, по-моему, следующей для нас Так, вот это, ребятки Да, блин, если бы мне тут еще никто не мешал Было бы, конечно же, получше Так, скушали, все, ребят, мы с вами скушали Эту вот божью коровку И вот, пожалуйста, превратились уже в голубя Теперь нам нужно кушать хлебушек, червячок И нужно будет кушать голуби Все остальные чуваки, которые светятся красными Они на нас будут охотиться Ну, а мы с вами должны от них убегать Ребятки, если нравится тоже игрушка Flyer.io И хотите, чтобы я продолжил в нее играть То, пожалуйста, просто поставьте свой лайк И я обязательно буду ее включать в наши топы Ну, а пока, ребятки, на этом будет все Если понравился сегодняшний ролик, ставьте лайк И, конечно же, кто еще не подписался Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик С вами был Алплей И всем удачки, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok